Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак. И сегодня давайте попробуем раз и навсегда закрыть вопрос по различию красного луча и зеленого луча. Значит, посмотрим в разных ситуациях, но все это будет происходить в помещениях. На улице особого смысла тестировать нет, потому что при солнце в любом случае ни того ни другого толком видно не будет. На улице комфортно, можно поработать только с приемником. Ну, на крайний случай с телефоном использовать лайфхак, который можете посмотреть также у меня на канале, либо перейдя по ссылке в правом верхнем углу. А сегодня давайте проведем сравнение именно в помещении. То есть сегодня вот солнечный день, как раз есть места, залитые солнцем, и также сравним их по дальности. Есть у меня здесь длинный коридор, проверим, есть ли какая-то опять же разница между ними. В тесте будет участвовать Fukuda MW-93T GX с зелеными лазерными модулями Остром. И с красными лучами будет Firecore F93T XR. Так, и давайте не будем затягивать, начнем с самого яркого освещенного солнцем места. Итак, друзья, первый тест на балконе. Значит, вот часть, залитая солнцем, вот теневая часть. Сверху идет зеленый луч, снизу красный. На освещенной зоне не видно ни зеленый, ни красный луч. На теневой зоне разглядеть можно оба луча, но зеленый, конечно, немножко выигрывает. Так, давайте посмотрим на другой зоне. Так, друзья, следующая позиция такая. То есть комната, хорошо освещенная дневным светом. В окна заходит солнце, но непосредственно прямо на стену солнце не падает. То есть вот смотрим, зеленая линия сверху, красная снизу. Ну вот, друзья, как видите, однозначно зеленая линия здесь выигрывает. Ее видно намного лучше. Давайте посмотрим при других условиях. Так, друзья, следующее. Просто дневное хорошее освещение. Вот сейчас эта картинка именно в коридоре. Собственно, сюда не заходит, но видно все отлично, очень светло. То есть, как видите, оба луча видно идеально. Да, друзья, вначале я сказал только про зеленый луч. У него стоят LD лазерные модули от германской компании Osram. На красном Fireco стоят LD лазерные модули от японской компании Sharp. Но, в принципе, такую же ситуацию вы можете видеть при сравнении любых других производителей красного и зеленого лучей. То есть зеленый все-таки немного будет выигрывать. Так, и давайте посмотрим лучи на разных расстояниях. Итак, друзья, давайте начнем с 15 метров. Так вот, 15-430. Оба луча, что красный, что зеленый, очень четко видно. Толщина у них одинаковая. В районе 3-4 миллиметров. Так, и давайте посмотрим на большем расстоянии. Так, теперь расстояние 21 метр. Оба луча видно очень хорошо. Толщина в районе 4-5 миллиметров. Так, следующее расстояние у нас 27 метров. Оба линии очень хорошо видны. Давайте посмотрим на следующем расстоянии. И последнее расстояние. 37 метров. Зеленый луч виден чуть получше. Ну, в принципе, оба луча можно разглядеть. Толщина в районе 9 миллиметров. Вот там вдалеке стоят два наших нивелира. Итак, друзья, давайте подведем итог. То есть, отличие красного от зеленого все-таки есть. Но оно, в принципе, небольшое. По факту, получается, зеленый лучше виден в хорошо освещенных помещениях. То есть, вот здесь он конкретно выигрывает красного. В остальных ситуациях, то есть, на улице, допустим, при ясном солнечном дне, поработать с зеленым и красным лучом комфортно будет только с приемником. Либо дожидаться сумерек, либо работать с телефоном, либо применять еще какой-то лайфхак. В помещениях, в которых нет дневного освещения, вот, допустим, как я в коридоре мерил, практически на всех расстояниях и тот и другой луч абсолютно хорошо видно. Единственное, на последнем расстоянии, уже на 37 метрах, зеленый луч все-таки чуть-чуть выигрывал. Но, в принципе, что говорить, вы и сами все видели. Итак, друзья, я надеюсь, этот вопрос мы закрыли раз и навсегда. Зеленый луч немного, но выигрывает красный. Стоит за него переплачивать или нет, решать исключительно вам. Друзья, на этом все. Если видео было полезным, обязательно ставьте палец вверх, пишите свои комментарии. Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем добра, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok